МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программы Калейдоскоп, и сегодня мы расскажем вам о тех событиях, которые привлекли наше внимание на уходящей неделе. Рязанская областная филармония планирует в скором времени открыть музейную интерактивную площадку под названием «Рязанские хоромы». И хотя официальное открытие еще не состоялось, площадка уже начала работать в тестовом режиме, ну а первыми ее посетителями стали журналисты. Песни, горячий чай и пироги – нечасто представители средств массовой информации встречают настолько тепло. Но на музейной интерактивной площадке «Рязанские хоромы» так обещают встречать всех будущих посетителей и знакомить их с жемчужиной нашей земли – Рязанским государственным академическим русским народным хором имени Евгения Попова. История этого коллектива насчитывает уже более 70 лет, и именно здесь, в ходе интерактивной программы, мы узнали об основных вехах его развития, тех людях, которые стояли у истоков, и благодаря которым этот хор сегодня знают во всем мире. Здесь же нам рассказали о трех составляющих хора – вокалистах, оркестре и ансамбле. Более того, журналистам дали возможность почувствовать себя и исполнителями русских народных песен, и музыкантами, и даже танцорами. Конечно, мы будем это представлять как туристический проект. Таким образом, мы расширяем деятельность филармонии. На самом деле, мы и в том числе позиционируем хор как что-то родное, близкое, недалекое со сцены. А именно то, что можно попробовать самим, спеть, танцевать и костюмы посмотреть. И тем самым еще раз сказать, что хор – это наше родное, исконно родное, и это все очень актуально. Помимо интерактивной части программы, в будущем посетители смогут познакомиться здесь и с различными экспонатами. Среди них русские народные инструменты и, конечно же, удивительные костюмы, которые представляют не просто рязанский хор, а всю красоту, традиции, ремесел и промыслов нашей земли. Этот костюм создавался к 50-летию рязанского хора из натуральных тканей и материалов. Ну а главным его украшением является ручное Михайловское кружево. Сам рязанский костюм, ну и вообще народный костюм, он сложно сочинен. Это особое действие, когда одевается хоровой коллектив, и, естественно, там есть подъюбник. Первый главный элемент – это блуза и юбка. Юбка называется «Панёва». Юбка всегда, рязанская юбка – это юбка в клетку. И это сейчас упрощают, либо это лентами нашивают, либо строчкой делают. А раньше ведь это ткали, прям в клетку ткали. И это было главным отличием. Это были чёрные или тёмные юбки. Это главное отличие рязанского костюма. Один из самых главных и символичных элементов – это головной убор-кокошник. Вот у Рязани и у Воронежа схожи, потому что это Южная Россия, Южная Центральная Россия. Рязани – это два рожка, которые символизируют двуначалие – начало мужское и начало женское. Всё это, несомненно, будет интересно как жителям Рязани, так и гостям города различных возрастных категорий. Вы знаете, в основном, мне кажется, это надо для подрастающего поколения, потому что наши детки должны с молоком матери впитывать вот нашу русскую народную песню. И потом по всей своей жизни пронести её до старости и передать её дальше, чтобы песня не угасала, чтобы она росла, набирала крылья. Понимаете, потому что, вот смотрите, ведь с экрана в телевидении очень часто мы слышим иностранные речи, иностранные песни, а нашей русской народной песне очень мало отводится времени. По словам директора Рязанской областной филармонии, Рязанские хоромы – это лишь часть более широкого проекта под названием «Рязань на слух». Что ещё в него войдёт, мы узнаем чуть позже. Ну, а официальное открытие Рязанских хором, по всей видимости, состоится этой весной. Второй год в Центральной городской библиотеке имени Сергея Есенина реализуется проект «Библиоэкспо». В его рамках на различных площадках библиотеки открываются самые разнообразные выставки. 2017 год начался с открытия сразу двух новых экспозиций. Около 30 этюдов Николая Горозеева наверняка привлекут внимание посетители библиотеки, несмотря на небольшой формат работ. Яркие, тёплые, напоминающие о скорой весне, они буквально заставляют остановиться и рассмотреть сочетание красок повнимательнее. Как я уже сказала, большинство работ – это натюрморты и пейзажи. Так как дача Николая Георгиевича находится недалеко от Пощупова, на берегу Аки, то в основном своё вдохновение он черпает как раз из наших окских пейзажей. И вот многие работы как раз навеяны мотивами окрестностей села Пощупова. Допустим, вот работа «Трава». Просто выглядывая из окна, он заметил, что сад зарос травой. И вот вместо того, чтобы взять косу и скосить её, он взял кисть и изобразил, нарисовал вот этот интересный этюд. На сегодняшний день Николай Горозеев является председателем Рязанского областного клуба художников-любителей. С ним, к сожалению, нам пообщаться не удалось. Зато фотограф Анатолий Осипенков, автор второй выставки под названием «Семейный альбом», рассказал о том, как у него появилась идея создать подобный проект. Некоторое время назад, значит, мои клиенты студии, где я работаю, зная о том, что я люблю старые фотографии, их обрабатываю, восстанавливаю, принесли мне вот этот пакет. Я его открыл, а здесь очень роскошный домашний семейный альбом. Вот кто-то его выбросил на помойку. Люди принесли мне его. И вот посмотрите, какие здесь фотографии. И видимо, что это наши ведь Рязанцы, 1916 год. Видите, какие фотографии, очень интересные. Но ведь факт тот, что кто-то выбросил свои семейные фотографии, это очень тревожный такой знак, симптом. Значит, люди теряют свою историю, свою родословную. Однако есть и другие факты, более жизнеутверждающие. Очень часто к Анатолию обращаются с просьбой восстановить старые семейные фотографии. Именно эти снимки с разрешения владельцев и составили основу экспозиции. Эта выставка, я думаю, будет пользоваться большим спросом, интересом и у взрослых читателей нашей библиотеки, и у детей, которым, безусловно, будет интересно рассмотреть, как были одеты люди в то или иное время, чем они занимались. То есть это очень полезно и важно для будущего покорения. Автор выставки надеется, что кого-то этот проект подтолкнет к тому, чтобы достать старые альбомы, систематизировать архивы и, наконец, распечатать цифровые фотографии, хранящиеся на флешках и компьютерах. Ведь они могут украсить ваш семейный альбом и в будущем рассказать о вас потомкам. На днях в Рязани прошел вечер аргентинского танго, музыки и фольклора. Участие в нем принял известный дуэт, который прибыл к нам прямиком из Буэнос-Айреса. Кстати, музыканты впервые посетили нашу страну. На сегодняшний день в нашем городе существует несколько студий, в которых всех желающих обучают танго. И примерно раз в неделю в Рязани проводятся мелонги, вечера, на которых собираются и профессионалы, и любители для того, чтобы потанцевать. Но нечасто мелонги посещают гости, подобные Сабрини Бола и Полю Фрастьеру. Но это вовсе не танцоры, как можно было бы подумать. Это музыканты из Буэнос-Айреса. 19 января в развлекательном комплексе Арагон этот дуэт показал, как играют и поют танго. Дуэт де лос-дос был образован в 2010 году. Тогда молодые люди встретились в Париже и поняли, что их объединяют три вещи. Они оба родом из Буэнос-Айреса, они любят мате и танго. Мы выросли в Буэнос-Айресе, с детства слышали эту музыку, росли с ней. Поэтому для нас даже такого вопроса не стоит, почему мы выбрали именно танго. Просто это внутри нас. Сабрина и Поля исполняют собственные аранжировки танго, а также мелонги и вальсы, рожденные на окраинах Буэнос-Айреса, демонстрируя истинный музыкальный вкус. На творчество молодых людей вдохновляет сама музыка со своей богатой историей, а также возможность знакомить с этой музыкой широкую аудиторию. Сегодня музыканты выступают не только у себя на родине. С их творчеством уже знакомы в Колумбии, Перу, на Эквадоре и Кубе. В России же они впервые, и их первый концерт состоялся именно в нашем городе. Мы прилетели вчера из Парижа и сразу же очень замерзли. У нас просто покорили зимние российские пейзажи, а также русская кухня, особенно разнообразные супы. А после выступления дуэта «Делос Дос» вдохновленные рязанские танцоры продемонстрировали гостям свое мастерство. Проникновение в культуру, где этот танец зародился, может помочь понять и прочувствовать все, что надо показать в танце. Потому что танго, прежде всего, это не просто движение рук и ног, движение корпуса, это чувства, которые партнеры и партнерши показывают на паркете друг другу. Есть очень хорошее, но, может быть, не совсем для эфира сравнение, танго – это практически секс на паркете. И люди, которые говорят на языке страны, где это родилось, могут, как никто другие, передать культуру и помочь все это прочувствовать. Песня – это душа человека. А кто лучше может передать душу, чем носитель этой культуры? С каждым днем в нашем городе становится все больше людей, увлекающихся танго. Ну а подобные выступления действительно дают возможность прикоснуться к этой удивительной культуре и погрузиться в атмосферу далекой страны, где когда-то зародился один из самых чувственных танцев. Ну а в одном из рязанских кафе открылась добрая выставка Екатерины Гончаровой. Почему она добрая и какие работы на ней можно увидеть, расскажем в следующем сюжете. Екатерина Гончарова уже в детстве поняла – когда вырастет, обязательно станет художником. К счастью, родители, отдавшие всю свою жизнь науке, возражать не стали. Так что сначала была художественная школа, потом институт при Академии дизайна и искусств в Харькове. Там Екатерина выбрала для себя факультет реставрации. В плане графики, например, мне казалось, что я сама могу достичь чему-то, глядя на то, что вокруг в этом всем варишься все равно. А на реставрации я очень рада, что проучилась, потому что там нас научили множество разных техник разных времен и народов. То есть кафе-реставрация дала умение выражать в разных техниках все, что угодно. Сразу после окончания института Катя стала мамой, что не только не помешало развиваться ей как художнику, но и помогло найти новое интересное для себя направление – иллюстрация детских книг. Я написала серию сказок, хотелось выпустить книжку, назвать ее «Сказки для Улиты». Улита зовут дочку. И там была сказочка, ну такая детская, коротенькая, какие-то они там такие, легкие, для малышей. Сказка и к ней картинка. Сегодня, несмотря на то, что Екатерина занимается и реставрацией, живописью она продолжает создавать детские работы. Именно они и составили ее первую выставку в нашем городе, в которой открылось кафе «Завтрак». На них лисы и ежики живут своей счастливой жизнью. Дарят друг другу цветы, катаются на коньках, греются у костра. Все эти работы напоминают нам о ценности дружбы и семейных отношений. Хочется просто как-то напоминать и себе, и тем, кто смотрит работу, что все-таки как бы не было тяжело, и не казалось, что все сложно там, но надо выкраивать какие-то моменты и ценить эти моменты, маленькие, и давить их своим близким уж хотя бы, давать им возможность быть с тобой. Сколько раз я видела реакцию к лисовой работе. Они хоть и детские, но в каждом взрослом человеке, мне кажется, живет ребенок. Во всяком случае, мне кажется, это очень хорошо, если он в нем живет. И вот такие люди, глядя на открытки мои, например, или работы, они берут руки и они начинают улыбаться. Мне большего не надо. Какие-то из этих работ созданы для одного из московских издательств, другие для конкурса социального плаката, который проводился в Сургуте. Но все они написаны Кате уже после переезда в Рязань. И, конечно, она хотела бы, чтобы горожане познакомились с ее творчеством и получили заряд положительных эмоций. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. Ну а увидимся мы ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова